Доброе утро, дорогие друзья! Понедельник, недельная глава, все та же. Рассказывает наша недельная глава о Золотом Тельце, рассказывает она о огромном количестве заповедей, говорит она о том, что обеты, данные Господу, надо выполнять. Что имеется в виду? Знаете, очень часто мы не обращаем внимания на свой язык, а между тем мир построен именно словом. Очень часто мы говорим, я обещаю это, я дам тому, если что-то там произойдет, я дам это. И никогда написано, в Кабле нельзя задерживать выполнение обета. Это вызывает серьезный суд наверху. Когда ты даешь какой-то обет, ты как бы соединяешь себя невидимой ниточкой со своим обетом, который подвешивается наверху. И когда он не выполняется, ну, есть проблема. Расскажу короткую историю. Рассказывают об одном еврее, которого звали Эрель, и он был очень большим богачом, и вот однажды он был очень скупой. И однажды он заболел. И он дал обет, что если Бог его излечит, он продаст лучшего из своих быков и отдаст деньги на милостыню бедным. Стоимость быха доходила до рекордной суммы, там он очень хороший, до 400 примерно рублей, по тем временам это были большие деньги. И он обещал раздать им нищим. И вот чудесным образом он каким-то... Врачи даже удивились, он стал улучшаться, его состояние. Раз, он выздоровел. Когда он выздоровел, то, естественно, уже начал думать, а как, а что, как бы это вот... И вот он придумал. Придумал он следующим образом. Сожалеет начал, зачем я это сказал. И пришел он к мяснику и говорит, я хочу продать быка. Тот говорит, ну давай, оценил его, да, примерно 400 рублей бык. Он говорит, за 2 рубля. Тот удивился, думает, ну шутите, наверное. Он говорит, нет, за 2 рубля. Но я его продаю вместе с курицей. А курицу за 400. Ну тот удивился, говорит, как так? Ну в результате он посмотрел, говорит, ничего не теряю, нормально. Заплатил ему 402 рубля. Тот пришел, раздал бедным 2 рубля. Все, вопросов нет. Очень радостный направился к дому. По глупости подумал он, что таким образом он спасти свои деньги. Обещанные бедные. Но он не понимал, что Всевышний следит за всем, и за мыслями, и за делами человека. Через несколько дней, не про кого я будет сказано, он снова заболел уже тяжело. И он начал давать обещание, что я 2 быка дам, 3 быка дам, 4 быка дам. И это уже ничем не помогло. К сожалению, к глубокому не сработало. И вы знаете, вот это такая простая история, которая рассказывает нам о том, что нельзя ни в коем случае хитрить с Богом. Ни в коем случае нельзя удерживать то, что ты обещал своим языком. Но не только в этом дело. Я хочу дополнить. Не только деньги ближнего мы должны возвращать, например. Но и написано в трактате Санедрина, что и тело похищенное. Но мы сейчас на этом не останавливаемся. И душу похищенную тоже надо. Что это имеется в виду? Если мы потеряли, написано в наших книгах, что если, как бы сейчас скажу, что потерю, сделанную по собственной воле, нет заповеди возвращать. То есть человек что-то потерял, выкинул, сказал, я это теряю. Выкинул, выкинул. Но большинство людей неведомо, что они потеряли в своей душе. Мы никогда не знали Торы, мы никогда не знали, 99% из нас не знали никаких законов, мы не знали ничего. Поэтому сказать, что мы что-то потеряли по своей вине, наверное, очень невозможно. Поэтому каждый раз, когда мы какой-то урок кому-то, что-то сказали, два слова мудрости, мы возвращаем кусочек души людям этим самым. Даже распространяя этот урок, мы возвращаем кусочек души людям. И этим очень важно заниматься. Знаете, еще одна короткая история. Один богатый, очень скупой человек скончался, ждал своей очереди на Небесный суд. И он наблюдал, стоял в очереди, наблюдал и видит, что да, очень хорошо акты благотворительности проходят. И когда приходит, человек говорит, я там давал тогда-то во время жизни, его раз и пропускают в рай. Он подошел к дверям, говорит, вы знаете, я не сильно там отличался в той жизни, но, но теперь я все понял, вот моя чековая книжка, я сейчас выпишу круглую сумму. Ему сказали, глупец, здесь не принимают чеков. Мы учитываем только расписки и получение денег при жизни, а не тогда, когда ты уже начал в другом мире видеть другое. Сегодня надо делать хорошие вещи, сегодня надо заниматься благотворительностью, сегодня надо заниматься духовными вопросами. И надо помнить одну вещь, на скрижалях, которые Машера Баину получил на горе Синай, пять заповедей между человеком и Творцом, параллельно были пяти заповедям между человеком и человеком. Это означает одну вещь, что не может быть названо богоугодным поведением человека, который строго соблюдает заповеди между людьми и Всевышним, молится, одевает тфилины, знаю, что он там делает. Но заповеди между человеком и человеком не пренебрегают. Топчется по людям. Поэтому подлинное, подлинное, вот это понимание этого слова означает одно. Все должны понимать главную вещь. В этом мире есть один хозяин, в этом мире есть его законы. И если он хочет, чтобы мы с вами обращались друг к другу хорошо, чтобы мы жили в каком-то доброй, нормальной атмосфере, чтобы мы не изливали свой гнев на окружающих, чтобы мы были внимательны ко всему в мире, на счету его законов мы обязаны жить по ним. И тогда жизнь будет нормальная. Если жизнь не ценят, она уходит. Давайте ценить жизнь. Вот получать удовольствие от ее вкуса, от ее запаха, от всего, что мы видим в этом мире. И выполнять законы Творца, иначе беззаконие. Брахава от слоха, всего самого-самого лучше.